МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакин. Сегодня выпуски. Жители поселка Курлыс уже три года ждут обещанной воды. По словам жителей, власти еще в 2014 году обещали провести воду в каждый дом. Бои без правил в Акимате Сатпаева. Чиновники против посетителей. Именно так пользователи интернета комментируют это видео. В инциденте разбирается полиция. Более 1 миллиарда тенге выделено из бюджета на ремонт карагандинских школ. Аким области Ерлан Кушанов ознакомился с ходом ремонтной кампании в учреждениях образования. Дефицит воды актуален для некоторых сел Карагандинской области. Жители поселка Курлыс вот уже долгие годы живут без нормального водоснабжения. Единственный источник – водоколонка. В 20 минут неспешной езды от Караганды и туристу откроется совершенно другая картина. Очередь у водоколонки как ежедневный ритуал. Уже несколько лет жители поселка Курлыс используют единственный источник живительной влаги – колонку. По словам местных жителей, с 2014 года им обещают провести воду. Но результата работы Акимата еще нет. Жители возмущены. В этом году нам обещали, что 2017 год – это вот наш год, год нашего села, что сюда выделили несколько миллионов наличных денег, и что у нас будет воду делать. Ну, как вы видите, воды у нас до сих пор нет. Проблема в том, что зимой нам очень тяжело. Воду таскают не только молодые, воду таскают наши бабушки, дедушки. Здесь вы сами знаете, у нас, например, вот здесь, когда вот сильные бураны, здесь вообще дороги не бывает. Сначала сказали в 2014-м, что будет вода. Проведут воду. 2014-й прошел. Потом сказали, что в 2015-м году. Потом опять обещали в 2016-м. И теперь говорят в 2017-м году. Вот дожили как-то до 2017-го года. И где теперь вода? Ну, Акимат приезжает, он что нам, золотые горы обещает, и все. Мы воду, наверное, за все мы платим, например. Мы, например, сейчас нам, если воду проведут, мы готовы, счетчиком пусть нам, лишь бы вода была в доме. После Советского Союза все осталось бесхозной. Так как отец был управляющим, взял это в свои руки, признался Ербулат Сериков. Местным жителям все же тяжело с одного конца поселка в другой конец каждый день ходить за водой. Было предложение провести воду в каждый дом. Но для этого нужно передать воду государству. Предприниматель собрал документы и сдал их в Акимат. Но оказалось, все не так легко. Теперь говорят, чтобы водопровод завести в каждый дом, надо сдать, чтобы государство не может частнику делать. Я эту воду сдал, чтобы людям домой воду завели. Они мне так сказали. А теперь они говорят, не будем водопровод менять, линию, будем только развилку делать. А линия сама сгнила. Вот в чем, сам водопровод, 3 километра 700 метров, они сгнили. На эту проблему в Акимате дали такое объяснение, что документы официально еще не предоставлены. Чиновники заявили, что по закону переход документов от частника государства занимает время около двух месяцев. В поселке Курлы с водоснабжением находятся в частной собственности у Ербалата Канатовича. Сейчас этот человек передал нам все необходимые документы и доверенность на воду. Теперь из бюджета выделят деньги для проведения ремонта. В Акимате все же обещали выделить деньги и сделать ремонт. Но это будет лишь к осени. Жильцы с недоверием относятся к словам властей. Ведь чиновники уже не раз давали такие обещания. В Акимате Сатпаева произошла потасовка между чиновницей и посетителями. Видео самого инцидента в интернете разместил один из участников – журналист Берик Жагипаров. По факту потасовки в Акимате проводится проверка. Она забрала тебе камеру. Камеру отдайте. Вы что делаете? Почему? Вызывайте, вызывайте. 102 звоните. 102 звоните. 102 звоните. Подождите. Вы что делаете? Вы что делаете вообще? Вы кто? Насколько из-за чего вы приходите? Что? Вое действие. Бои без правил в Акимате Садпаева. Чиновники против посетителей. Именно так комментируют пользователи интернета это видео. По словам очевидцев, на кадрах запечатлены женщины-сотрудницы Акимата, которые препятствуют посетителям пройти на прием к заместителю Акима города Садпаев. Посетители, в свою очередь, снимают все происходящее на камеру. Мы вместе с коллегами-журналистами вчера, 11 июля, пришли на прием к заместителю Акима по социальным вопросам Айгульту Лендиной. Задали свои вопросы и собирались уходить, но в этот момент в кабинет ворвалась незнакомая женщина и выхватила у меня видеокамеру. Она сразу же убежала в другую комнату, но нам удалось там ее заблокировать. Она побежала в сторону открытой форточки и попыталась выбросить мою видеокамеру из окна третьего этажа Акимата. У сотрудников Акимата другая версия произошедшего. По словам заместителя Акима, группа лиц без предварительной записи вошла в ее кабинет. Мужчина сразу же начал снимать. Однако поведение своего подчиненного вице Аким объяснить не смогла. После публикации видеозаписи на нее сразу же отреагировала прокуратура Садпаева. В ведомстве сообщили, что по заявлениям участников инцидента факт зарегистрирован в книге учета информации Садпаевского отдела внутренних дел. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. После этого будет дана правовая оценка действиям участников конфликта. Данный вопрос взят на контроль прокуратуры города. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Более 1 миллиарда тенге выделено из бюджета на ремонт карагандинских школ. Причем в 25 учреждениях образования проводится капитальный ремонт. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов совершил рабочий объезд и ознакомился с ходом ремонтной кампании образовательных и культурных объектов Караганды. Рабочая поездка началась с посещения культурных объектов. Первый из них – Дворец культуры Молодежной в Пришахтинске. Ремонт здания начался в мае. Завершить планируют ко дню шахтеров. В 2015 году уже были выполнены внутренние работы. В этом году ремонтируют фасад здания и котельную. Теперь во Дворце культуры будет центральное отопление. Следующий объект – Дворец культуры железнодорожников. Здесь ремонт начался 21 мая. Закончится 31 июля. В этом году ремонтируют лишь фасад. Внутреннюю отделку планируют выполнить в следующем году. Последний культурный объект, который посетил глава региона, стал Дворец культуры нового Майкудука. Ерлан Кушанов наказал, чтобы все ремонтные работы культурных объектов закончились ко дню шахтеров. Сейчас вот на День железнодорожника планируется народное гуляние. И как раз наше 80-летие. И уже торжественную часть мы планируем где-то в ноябре месяце. Не остались без внимания и учреждения образования Октябрьского района. Ерлан Кушанов побывал в школе номер 32, где ему подробно доложили о том, как идут ремонтные работы в школах Пришахтинска, Сортировки и Майкудука. В этом году из городского бюджета на ремонт объектов образования выделен 1 миллиард 268 миллионов тенге. Капитальный ремонт планируется в 25 образованиях, в 23 – текущий ремонт. В школах в первую очередь проводятся кровельные работы, замена окон и ремонт фасада. В четырех школах ремонтные работы ведутся с опережением графика. 79 – общеобразовательных школ, детских садов 41, внешкольных организаций – 10. В Октябрьском районе у нас 52 организации. И численность детей – 52 882 ребенка. Акимобласти также посетил школу-интернат номер 22. Согласно проектно-сметной документации, на это здание выделено свыше 100 миллионов тенге. Сумму разделили на два раза. В нынешнем году отремонтируют кровлю и лицевую сторону фасада, полностью поменяют окна. Остальное – в следующем году. Все ремонтные работы образовательных объектов планируют завершить до начала нового учебного года. На следующей неделе Акимобласти намерен ознакомиться с ходом ремонтной кампании в районе имени Казыбекби. Андрей Тенаж, Рагибаева, Жаксулык-Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. По резонансному делу об убийстве двухлетней девочки приговор оставлен без изменения. Отчим погибшей Владимир Зеленый, который был приговорен к 23 годам колонии, просил коллегию оправдать его. Он утверждал, что не убивал падчерицу, а лишь оставил ее в сугробе в февральские морозы, поскольку устал нести на руках. Виновной мужчина считает родную мать девочки, которая не должна была оставлять своего ребенка в морозную ночь. Однако суд оставил приговор без изменения. Погибшей Велине было всего два года и восемь месяцев. На учете в поликлинике не состояло, прививки не получала. Связи с органами опеки не было, поскольку ее мать нигде не была прописана. И в последние годы работала на зимовке в 300 километрах от Караганды. Мужчины и женщины даже не помнят точную дату убийства ребенка, поскольку вели антисоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртным. Мать девочки Ильяна Драгон утверждает, что боялась спорить с сожителем. И ради своей безопасности была вынуждена уйти с ним на даче, оставив рыдающую дочь снегу. Женщина и ее сожитель хранили тайну об убийстве ребенка почти год. Как сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда, прошения осужденных отклонены. Приговор признан законным и обоснованным. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда от 20 июня текущего года приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области от 26 апреля 2017 года в отношении Зеленого и Драгон оставлен без изменения. Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Зеленый осужден к 23 годам лишения свободы с конфискацией имущества и Драгон осужден к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Напомним, сожители в феврале 2016 года оставили девочку на пустыре между Карагандой и поселком Уштубе и ушли. Утром девочку обнаружили мертвой. Тело ее перенесли в один из дачных домиков и сожгли в печке. Ранее в 2003 году женщина была судима за убийство родной бабушки, а ее сожитель в 2008 году был осужден за другое убийство. Новую детскую площадку, возведенную по программе Туганжер, открыли в Караганде. Во дворе дома 24-4 на проспекте Нуркена-Абдирова появились новые красочные горки, качели и песочница. Это стало возможным благодаря активному участию предпринимателя Осель Майжакановой, на средства которой и была установлена горка для детей. В 2017 году главой государства была разработана программа Туганжер. Она предусматривает масштабную работу в сфере благоустройства и восстановления малой родины каждого неравнодушного казахстанца. Взрослые отмечают, что детская площадка строилась довольно долго, но зато качественно. И все же главные достоинства площадки оценили дети. Горка очень понравилась. Отлично, долго, но качественно строили. Мне понравилась качественная горка. Горка хорошая. Мне тоже понравилась горка, особенно тот туннель, который поставили. И круглая горка. Мне очень понравилась эта горка. И детям тоже. Особую благодарность детишке их родители выражают индивидуальному предпринимателю Осель Майжаканова. Именно она выделила средства на приобретение и установку этой горки. ИП Майжаканова установила эту горку за счет собственных средств. Все это делается для людей, для жителей, для детей нашего района. Данная акция, она как бы долгосрочная. То есть у нас и дальше будут проекты такие, да, у нас уже много заявок поступает от предпринимателей. Мы хотели тоже помочь нашему району. То есть таким же путем установить детские игровые площадки, спортивные площадки. Сейчас эти приложения все рассматриваются. И далее на этом дворе эти мероприятия не остановятся. Как бы дальше будут идти. Местные жители отмечают, что их КСК работает хорошо, в том числе занимается улучшением игровой площадки. Но такой красивой, как сегодня, она никогда не была. Хотелось бы сказать об очень приятной вещи. У нас во дворе появилась замечательная детская горка, лавочки. То есть нам ее преподнесли в подарок. Дети очень рады. Родители тоже. Ну сами вы видите сейчас вон. Оживленно, все весело. Так что спасибо огромное. Хотелось бы сказать побольше бы таких меценатов. Побольше бы нам во дворы таких горок. Стоит отметить, что реализация программы «Туанжир» стартовала в конце мая. И сегодня уже наработала хороший темп. В числе прочих социальных инициатив предпринимателей есть установка детских площадок, открытие детского сада и благоустройство новых скверов. Фариза Албаева, Жахстук Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Сотрудники библиотеки имени Бектурова устроили читальный зал под открытым небом. Мероприятие прошло в Центральном парке Караганды. Сотрудники библиотеки заявили, что таким образом хотят привить детям интерес к книгам. Читать под открытым небом понравилось и детям, и взрослым. Альтаир Кали – один из них. Школьник признался, что проходил мимо вместе с братом, увидел выставку книг и захотел почитать. Альтаир любит книги и журналы про технику, читает давно и часто. Мы с братом мимо проходили и увидели выставку. Решили просто почитать книжки, взяли журнал. Нам понравилось, мы решили просто записаться. Мы любим читать, нам интересно. Мы любим технику читать. Такое мероприятие устраивается ежегодно на протяжении уже пяти лет. В этом году несколько важных событий – это 350-летие Казыбек-Би и международная выставка Экспо. В честь этих событий сотрудники библиотеки впервые покажут гостям постановку, посвященную юбилею Казыбек-Би. После таких мероприятий желающих записаться становится больше, призналась Гульнар Алдангарова. Нынешний летний читальный зал посвящен нескольким знаменательным датам, которые проходят в нашей республике. Это и столетие движения Алаша, 25-летие государственных символов, международная выставка Экспо и, конечно, 350-летие нашего великого казахского бия – Казыбек-Би. И вот сегодня такая направленность нашего летнего читального зала – это раскрыть исторические книги, привлечь детей к чтению этих исторических книг. В читальном зале под открытым небом все желающие могли почитать книги, а для гостей помладше устроили веселые викторины и игры с призами. В конце мероприятия сотрудники библиотеки показали концертные номера. В Караганде много юристов, особенно те, кто много лет работает с судьями. Один из них – судья областного суда Батжан Касенова. Юристом она работает 35 лет, и из них 20 в суде. Сегодня Батжан Касенова, хоть и на пенсии, но продолжает трудиться в сфере юриспруденции. Батжан Жамаканов народом из поселка Нуры. С молодости она мечтала стать юристом. После успешного окончания школы в 1973 году поступила на юридический факультет Карагандинского государственного университета. Трудовую деятельность начинала с должности помощника юриста. Свой путь я начала юристом, точнее, юр-консультант. В одной организации проработала три года. Десять лет работала в сфере адвокатуры. Но стоит отметить, весь мой путь прошел в областном гражданском суде, где я работала с судьей по гражданским делам. Мой общий стаж в судебной работе – 22 года. У судей большая ответственность перед государством и обществом. Они решают судьбы людей. Башан Касенова трудилась судьей по административным делам. Конфликты среди граждан и юридических лиц должны решаться справедливо. Поэтому от судей все ждут высокого уровня профессионализма, честности и беспристрастности. По-моему, любой судья должен отличаться своими знаниями, способностью, человечностью. Должен рассматривать каждое дело всесторонне. И это, скажу честно, нелегко. Мы решаем непростые дела. И от нашего решения зависит судьба человека. Мы все это должны решать в рамках закона, чтобы люди никогда не сомневались в правосудии. Башан Касенова работала судьей в областном суде по гражданским делам. Никогда не жалела о выборе профессии. За 30 лет она рассмотрела более тысячи дел. Настоящий профессионал своего дела в 2011 году. Стала обладателем звания «Лучший судья года» и нагрудного знака в честь 20-летия независимости Республики Казахстан. Башан Жамакановна сегодня любимая жена, дорогая мать и заботливая бабушка. Супруг Башан Ернязов скончался в 2011 году. После него остались двое детей и двое внуков. Сегодня их дочь Динара пошла по стопам матери и работает в ООН юристом. Ну а сын Ниазбек стал врачом-нейрохирургом. Счастливая Баджан Казенова сейчас на заслуженном отдыхе. Ей есть чем гордиться. Сквозь год она сумела сохранить свое честное имя юриста и звание лучшего специалиста. А как женщина? Как женщина я считаю себя счастливой. У меня был муж, который всегда был рядом, в трудную минуту поддерживал, да и в радости всегда был рядом. Почувствовала счастье материнства, да и удалась я как бабушка. Я сейчас хочу сказать всем своим коллегам помоложе, которые гонятся за карьеры. Главное – это материнство. Надо иметь много детей. Нас в Казахстане и так мало. Любимым делом для Баджан Казеновой также остались книги. В ее личной библиотеке можно встретить редкую литературу классиков на русском и казахском языке. Есть на земле хорошие люди. Одна из них – Баджан Казенова. Судья честный перед законом и народом. Фариза Албаева, Санбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соломстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова